Что если не Xeon? Именно такой вопрос мы поставили перед подготовкой к этому выпуску. Он сложный, ведь нишу дешёвых игровых ПК просто оккупировали серверные камни. Это логично, какой ещё комплект из процессора, платы и памяти можно купить дешевле 10 тысяч рублей. Но мы нашли альтернативу. В моих руках Ryzen за 2500 рублей и самая дешёвая плата, что нам удалось найти под него за 4000. Туда же мы воткнули дешёвую китайскую память из прошлого выпуска. Весь комплект обошёлся нам в 8000 рублей. Столько же, сколько стоят хорошие варианты на Xeon LGA 2011 3 версии. Обошлось, конечно, не без сюрпризов, однако мы в редакции всё же считаем, что дешёвый Ryzen с апгрейдом лучше многоядерных Xeon. По традиции комплект отдельно с процессором, памятью и видеокарту мы разыграем в нашем телеграм-канале. В конце ролика я вам об этом ещё напомню. На связи МК. Говорим о недорогих игровых сборках с заделом на будущее. Поехали. Количество кибердиверсий в России за год выросло на 140%. Хакеры стали эффективнее, взяв на вооружение нейросети. Больше 70% российских компаний столкнулись с кибератаками в первом полугодии. Для защиты своих данных они нанимают пентестеров или белых хакеров. Это специалисты, которые тестируют на проникновение сервера, базы данных, сайты, приложения. Находят в них уязвимости и закрывают дыры. Очень востребованная и хорошо оплачиваемая работа. Онлайн-школа Skill Factory приглашает вас с нуля пройти курс «Белый хакер». Сейчас у них проходит чёрная пятница, а это значит в ноябре вход в профессию стал ещё проще. Вы можете начать учиться уже сейчас, оплатить за обучение только через 3 месяца. На курсе много практики и задачи от реальных заказчиков. Вы отработаете навыки взлома и кибератак, освоите Linux и Windows, научитесь программировать на Python и получите сильное портфолио. Найти работу вам также помогут. Только в период чёрной пятницы вы сможете поучаствовать в командном проекте и положить в портфолио ещё больше кейсов и, возможно, выиграть деньги. По промокоду «Мой компьютер» действует скидка до 60%. Вставай на защиту интернета, получай навык «Белого хакера» по ссылочке в описании. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Про сборки на Xeon можно долго спорить, но у них есть один существенный плюс. Высокая многоядерная производительность за низкую цену. Десятиядерные серверные монстры за полторы тысячи рублей нередко оказываются на одном уровне с дорогими восьмиядерниками из прошлого. Но так ли это важно, если мы рассматриваем игры? Большинство проектов до сих пор любят высокую одноядерную производительность. И переход от восьми к шестнадцати ядрам заметить в них буквально не получится. Это и делает Xeon не самым лучшим вариантом на поиграть. Старая архитектура, низкие частоты, от которых страдает однопоток. Большое количество ядер, конечно, спасает в рабочих задачах, но толку от десятков простаивающих потоков в играх мало. И это именно та причина, по которой простой четырехъядерный i3-12100 в большинстве проектов не оставит ни шанса топовым Xeon. Но вот незадача. Стоит такой камушек дорого. Сравнимо со всей китайской серверной сборкой. Но что же на рынке есть дешевого, и при этом более нового, чем Xeon, да еще и с неплохим апгрейдом? Правильно. Старые Ryzen и на M4. Четырехъядерный Ryzen 3 1200 на Али можно найти всего за 2000 рублей. За такие деньги в ДНС не найти даже старого Pentium. Но все же четыре ядра и четыре потока – боль. Поднимаемся на ступеньку выше. Ryzen 5 1400 уже с восьмию потоками. Стоит лишь на 100 рублей дороже. Выглядит интереснее, но у него всего 8 мегабайт кэша третьего уровня. А это печально. Поэтому накидываем еще пару сотен рублей и обнаруживаем Ryzen 5 1500X. Четыре ядра, восемь потоков, частота выше 3,5 ГГц и 16 мегабайт кэша третьего уровня. Всего за 2500 рублей. Вот это уже годится. Если позволяет бюджет, можно добавить сверху еще 1000 рублей и взять шестиядерный Ryzen 5 1600. На этом интересные зены кончаются. Следующий уровень только Ryzen 5 5500. Мы про него уже снимали отдельный ролик и даже сравнивали с 12100. Этот процесс до сих пор остается идеальным стартовым решением. Но мы тут пытаемся сэкономить, поэтому остановимся на самом нижнем уровне. Четыре ядра и восемь потоков. Взяв Ryzen 5 1500X, мы получаем частоту на уровне анлока турбобуста у Xeon. Но тут архитектура Zen, которая новее, чем Haswell. Однопоток будет повыше. Плюс поддержка DDR4 на частотах выше 3 ГГц. Плюс возможность апгрейда в будущем. Так как на M4 сквозная поддержка от первого до пятого поколений Ryzen. Можно будет воткнуть тот же 5600, а этот процессор сдюжит даже RTX 4070. Из минусов восемь потоков. Современные игры могут использовать и два десятка. Но в дешевых сборках топ-карты редкость. А простые дискретки на сотню кадров и не претендуют. Так что у процессора будет шанс. В теории. О практике поговорим дальше. Переходим к плате. Брендовые решения на народном чипсете B450 стоят 6-7 тысяч рублей. На адекватном максимальном B550 и вовсе десятку. Что дорого. Но есть куча китайских плат от Soya, Onda, Maxun и Junjin Janja. На Озон нам приглянулась Yenwind, которая всего за 4000 продавала доску на B450. Плата была заказана. То, что приехало по факту вы уже видели. Продавец оказался простым перекупом. И доска на самом деле произведена Onda. Это достаточно крупный полуподвальный китайский бренд, который выпускает и платы, и видеокарты, и даже мониторы с планшетами. У них есть даже сайт. Наша плата там нашлась. Драйвера на BIOS есть. Так что если что-то пойдет не так, будет хотя бы призрачный шанс ее оживить. Поддержка Ryzen 5000 у материнки есть из коробки. То есть с апгрейдом проблем не будет. Сначала я подумал, вот оно. Китайское золото. Зачем переплачивать вдвое за MSI или Asus, если есть Onda? Да, это самая простая доска, но она новая. И с простым шестиядерником проблем быть не должно. Тут 4 плюс 2 фазы питания, набранные, конечно, простыми UPS-ками, но для холодных младших Ryzen сойдет. Чипсет с учетом релиза в 2018 году тоже не новый, но он хотя бы родной для IM4, в отличие от Xeon. Радость была высосана дементерами из китайской Хонды, когда я зашел в BIOS. Ощущение, что поднебесные взяли все возможные настройки и меню, засунули их в блендер и перемешали. Путем перебора я нашел и включил Rebar, так как это сборка еще и с графикой Intel Arc на минуточку, а Rebar это воздух для синих видеокарт. Разгон процессора, если и есть, то где-то в недоступных для меня чертогах BIOS, а ведь Ryzen 1000 серии это именно те процессоры, которые еще есть смысл разгонять. Но больше всего нервов было потрачено на настройку ОЗУ. Тут 100 тысяч меню, но нет возможности менять напряжение, поэтому частота в 3200 МГц потолок. Единичные модули могут поехать дальше при стандартных 1,2 вольтах. Тайминги, внимание, отображаются в 16-ричной системе исчисления. А че китайцам, у них сейчас уже 4720 год. Именно так их видит плата, но мы привыкли к десятичной системе, и брендовые решения делают преобразования сами. Поэтому без калькулятора можете даже не начинать. Если хочется поставить 18-й тайминг, прописывать придется 12-й. Такая мать не достойна нормальной памяти, поэтому я воткнул красные джизера. Да, это паль, но модули завелись, тесты в выпуске про память прошли, а как долго они будут работать, Хуанан его знает. Сборка у нас максимально дешевая, и в комплекты к Xeon кладут плашки аналогичного качества. 3200 МГц заработали на джизерах с полпинка, с 18-ми таймингами, 40 ГБ в секунду, латентность 80 нс. Далеко не рекорд для DDR4, но для старенького Ryzen результат нормальный. В итоге получаем комплект Xeon уровня по качеству за сравнимые деньги, но зато есть апгрейд, чего мертворожденные серверники лишены. А вот голова любой сборки видеокарты уже на ваш вкус. Мы решили подойти к этому вопросу не банально. Можно, конечно, воткнуть майнинговый Frankenstein AMD RX 580 за 4-5 тысяч рублей, но мы такие уже тестили и все выводы сделали. Мы даже смотрели на 16-гигабайтную RX-у. Кстати, наше 8-ми гиговое чудо пало смертью храбрых спустя 2 месяца игры. Но если вы готовы рискнуть и у вас все проработает, дерзайте. За 10-12 тысяч рублей можно найти бэушную GTX 1660. Карта на архитектуре Тюринг, как и RTX 20, поэтому проблем с современными игрушками не будет. Да, вероятнее всего она копала во вторую волну майнинга, но сами по себе GTX 16 холодные и легко обслуживаются, так что для дешевой сборки вариант хорош. Если нет желания рыться на авито, за те же деньги есть новая ARC A380. GTX 1660, конечно, временами будет в полтора раза быстрее, но это свежая архитектура, гордость компании Intel, и разработчики ее очень ценят и любят. Если что, это был сарказм. Зато у карты минимальное потребление, которое не превышает 50-60 ватт в играх, поэтому можно обойтись более простым блоком питания. В общем, такой комплект с брендовым NVMe на 500 гигабайт и неплохим BP-Watt на 500 выйдет порядка 25 тысяч рублей. Уровень Xbox Series S по цене, но немного хуже по производительности. Зато нам доступна вся библиотека игр на ПК и апгрейд. Перейдем к тестам. Начнем с синтетики. В бенчмарке CPU-Z процессор выбивает порядка 400 баллов в однопотоке и около 2000 в многопотоке. Результат близок к некогда топовому i7-6700, а по современным меркам это уровень мобильных четырехядерников. А вот в Sinebench ситуация интересная. Многопоток лишь около 4500 баллов. Это в два раза меньше, чем у 10-ядерного Xeon 2660 третьей версии. Но вот однопоток выше 850 баллов. Для серверников на Haswell это недостижимый уровень. В тесте у кранчера, который выжимает все соки из кремния, цифры потребления радуют глаз. Это была та эпоха, когда TDP был честным, и наш 1500X потребляет лишь 70 Вт при 3,6 ГГц. Привет кипятильным Xeon, которые в легкую летают за сотню Вт. Такое низкое потребление, разумеется, хорошо сказалось на плате. Зона питания греется до 75 градусов, что далеко до критичных значений, и проблем с более новым шестиядерником точно не будет. Заканчиваем синтетику на 3DMark Time Spy. Здесь процессор выбивает порядка 3500 баллов, почти в два раза меньше, чем тот же четырехядерный i3-12100. Таков прогресс архитектур за пять лет. У Intel RK380 около 4500 попугаев, на 20% ниже, чем у той самой GTX 1660. Фактически это уровень народной GTX 1060. Теперь к играм. По классике начнем с максимально оптимизированного Cyberpunk 2077 второй версии. Больше серьезных апдейтов игра не получит, и здесь старый четырехядерник на удивление порадовал, как и от 380. Можно замахнуться на средние настройки графики в Full HD с XESS на качестве, в таком случае будет и неплохая картинка, и почти 50 FPS по бенчмарку. В реальной погоне со стрельбой в центре города кадры могут опускаться к 40, но без серьезных лагов и проблем с управлением. Играть комфортно, хотя и видно, что процессор старается изо всех сил, а карта временами слегка недогружена. Переходим к атомному сердцу. Крошилову советских роботов под ремиксы классики. Игра хоть и написана на Unreal Engine 4, разработчики над оптимизацией отлично поработали. На простейшей A380 можно выставить средние настройки графики, а четырехядерный Ryzen 1500X легко готовит для нее под 50 кадров в среднем, с нагрузкой около 30-40%. Бегать так по альтернативному СССР можно без проблем, фризы случаются крайне редко. С красивыми гонками у сборки тоже нет проблем. Погонять по Мексике в Forza Horizon 5 можно на средних настройках графики, с XESS на качестве. В таком случае FPS по бенчмарку чуть выше 60. Фризов практически нет, карта почти всегда грузится на полную, но есть редкие моменты, где упор все же идет в процессор. В любом случае, играть можно без проблем, с приятной плавной картинкой. После таких результатов очевидно, что в киберспорте будет все окей, но мы проверим. В Dota 2 можно поиграть на максимальных настройках графики в Full HD с комфортными 60-70 кадрами, а A380 грузится лишь наполовину. Хороший пример оптимизации игры под графику Intel. При желании практически с теми же кадрами можно замахнуться на 2К. На процессор это никак не повлияет. В танках ситуация еще лучше. На ультра графике можно рассчитывать на 60-70 фпс с упором в карту. Нагрузка на 1500х лишь около 50%. Кататься приятно, если на быстром танке хочется больше производительности, можно слегка опустить графику. Процессор сможет выдать карте больше кадров. Ну и на ультрах с 60-герцовым монитором играть будет комфортно. На этой радостной ноте можно было сказать, что Ryzen 5 1500х и ARC 380 – отличная пара, советом да любовь. Но дальше вы поймете, почему я категорически, ни при каких обстоятельствах, не рекомендую вам покупать интеловскую графику. Меня аж передергивает. Начнем с ремейка одних из нас на ПК. Порт получился тяжелым, настолько, что процессор временами не выдает даже 30 кадров. И это на всех минималках. При этом упора ни в видеокарту, ни в камень нет. Оба и близко не грузятся на 100%. А ведь эта игрушка хорошо оптимизирована под многопоток. Понятно. Давайте зайдем в Plague Tale Requiem, которая хорошо нагружает процессор сложной геометрии. В тяжелой рыночной локации ситуация аналогична. Ни процессор, ни видеокарта не грузятся полностью, и FPS проседает к 20. А если вы обратите внимание на анимацию NPC на заднем плане, становится больно в ноге. Повсюду какие-то киборги. Точки над Ира ставил второй Alan Wake. Игра безумно красивая, даже с низкими настройками графики, но при этом очень требовательная. На видеокартах старее 20-го года в нее можно даже не заходить. Старый топ GTX 1080 Ti не выжмет и 30 FPS из-за отсутствия поддержки меш шейдеров. Но вы сами все видите. Четырехъядерный Ryzen 1500X грузится на 30-40%, выдавая столько же кадров. Упор идет в А380. Поигра демонстрирует просто адовое количество артефактов. Видимо, для интелов написана своя версия ужастика. Я нигде не видел столько графических багов. Сломанное отражение, инвертированная черно-белая картинка, и это на последних драйверах с последней версии игры. В общем, проблема в современных играх была не в процессоре, а в видеокарте. Спустя больше чем год после релиза, на арках до сих пор огромное количество детских болезней, поэтому давайте поменяем эту ARK-A380 на вот такую маленькую RTX 4060. Да, четырехъядерный старый Ryzen для нее маловат, но нам больше сейчас интересен тест процессора. А вот про этого малыша мы как-нибудь вам еще расскажем. Неожиданно в Last of Us кадры в перестрелках выросли до 40-50, а процессор нагружен под сотню. Да, картинка слегка дерганная, но серьезных фризов нет, и пройти ее можно. В Requiem кадры тоже подросли, в среднем к 40-50, и тут все-таки есть упор в однопоток, но результат все равно гораздо лучше, чем на А380, а в других локациях с реальным геймплеем FPS будет еще выше из-за меньшего количества сложных объектов. Ну и во втором Алане в Бэйке на RTX 4060, разумеется, никаких артефактов нет, а четырехъядерник пятилетней давности тянет игру с 60-70 кадрами. Правда, и грузится далеко не на 100%, опять упор идет в однопоток, но едва ли в реальной сборке с GTX 1660 вообще получится достичь такого FPS. 4-ядерный Ryzen 1500X меня удивил. Первая версия Zen была сырой, кривой, косой, и я даже не надеялся, что старый камушек за 2500 рублей сможет что-то в современных играх. Разумеется, не стоит рассчитывать на 60 FPS во всех современных проектах, но если нужно купить максимально дешевый процессор под апгрейд в будущем, это отличный вариант за свои деньги, который вместе с той же GTX 1660 или аналогичной картой порадует вас в играх на средних настройках графики. К тому же 1500X отлично подойдет для сборки мультимедийного ПК. Даже 8К видео в YouTube этот четырехъядерник тащит без проблем, с нагрузкой около 50%. А вот экономить и брать дешевую китайскую плату я бы не рекомендовал. Это не первая моя онда. Вот там вот на полке стоит еще одна под 12100. У всех одни и те же проблемы. Вот эта на B450 будет хуже работать любых брендов на A520. Они тоже не умеют гнать процессор, но вот с оверклокингом памяти не будет никаких проблем. Воткнул XMP и готово. При этом будут апдейты BIOS с поддержкой X3D процессоров и новые компоненты на плате. Поэтому здесь ситуация как и с SSD. Нет никакого смысла брать китайскую паль, когда бренды стоят лишь на тысячу-две дороже. Я очень долго ждал. Она стояла на полочке. Я купил ее как только они появились. Но видимо пришло время расстаться с 6-ти гиговой A380. Была даже идея показать вам прогресс в драйверах Intel, но вера в синих окончательно потеряна. В описании будет ссылочка на пост в телеге. Подписывайтесь, кликайте. Участвую. Через 10 дней вот эта карта и вот весь этот комплект с процессором, памятью и платой, нашими костюмами уедут кому-нибудь другому. Кстати, батарейку на этой плате я скинул, поэтому путь самурая с таймингами победителю придется пройти самому. На связи был МК, все ссылочки в описании. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.